здравствуйте сегодня вторник медитация с моей настройкой с моим видением и мы пока до конца месяца все еще утилешиваемся то есть у нас такой вот основа нашей практике это возвращение к телу как переживания просто телесной жизни как она есть и давайте обратим внимание на позу собственно как она сейчас есть эта поза и в этот же момент обратим внимание что вы делаете или чего не делаете когда обращаете внимание на позу как вообще это чувствуется как переживать что вот вы в теле вы тело вы сидите сейчас телом и дальше перенесем внимание в визуальный канал чуть больше оглядимся в пространстве вспоминая что-то на трехмерное что есть право вверх вниз глубина пространства близко-далеко каждый объект имеет форму какую-то размер цвет и мы встречаемся с вот совсем этим одновременно этим объектом находящимся в пространстве трехмерном и как вы с этим встречать как вы встречаетесь пребываете с объектом и потом расстаетесь с ним чтобы встретить с чем-то другим можем наблюдать весь этот процесс смотрения как таковой не только видеть объект на и как бы отдавать себя отчет как мы видим что видение происходит что в этот момент мы находимся в каких-то отношениях с этим объектом что это объект нашего восприятия сейчас вот когда мы чуть-чуть так поводили взглядом в пространство можем посмотреть перед собой почувствовать как вы сейчас пространстве когда вы чуть больше увидели его что ли затем можем глядя перед собой как так отпустить взгляд позволить ему немножко расшириться перестать фокусироваться на конкретном объекте может быть все на мгновение если мы дальше ничего не будем контролировать в своем не пытаться делать что-то скорее всего вы заметьте что взгляд сам снова собирается к объекту все начинает его фокусировать перед собой можем понаблюдать этот процесс как взгляд собирается к объекту потом снова в какой-то момент отпустить дайте мгновение отпускания проделаем это несколько раз со взглядом как они переживаются хорошо следующее если дальше давайте мы позволим глазам закрыться и тоже почувствуем а что меняется при этом когда визуальный канал ушел то что начинает приходить сознание ваше ваше восприятие в переживании текущие ощущение тела становится более заметными мысли какие-то переживания чувства может быть настроение звуки еще что-то несколько мгновений можем понаблюдать как опыт приходит если мы его не контролируем просто вот он приходит сам собой то ощущение больше проявляется то мысль какая-то то звук овощи не давайте специально обратим внимание на то что мы называем общим состоянием таким общим настроением сейчас или внутренней погодой как я это называю какая она сейчас с какой точки мы входим в практику вот это вот общего этого общего состояния можем просто как-то признать это да вот так хорошо дальше будем двигаться и наблюдать что менять эти сдохнем несколько раз повздыхаем глубокий вдох и потом долгий 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 расслабленный выдох чувствую влияет ли вот такой вздох на нас этим отпустим дыхание перестанем уже вздыхать специально и почувствуем как дышится само когда дышится просто каким дыхание становится само собой затем опустим внимание в таз в точке опоры почувствуем ягодицы и плотность контакта с опорой если как-то не очень хорошо чувствуется можем напрячь ягодицы вжать втянуть промежность посильнее прям подержать то какое-то время и потом отпустить чувствую что меняется как это при расслаблении мышц таза как меняется ощущение плотности контакта плотность соприкосновения с опорой в тазах при этом можем чувствовать когда есть это ощущение уплотнение контакта как вот так тело как будто высаживать усаживается как именно это происходит и действует ли это как-то на нас в целом на вот это общее состояние действует ли это на дыхание целом на вас хорошо и затем начнем подниматься вверх по позвоночнику внимание чувство как что это меняется когда доходим до грудной клетки меняет ли это как-то ощущение в самой грудной клетки в плечах меняется ли дыхание целом это переживание позвоночника вырастающего вверх менять ли на что-то дойдем до макушки головы и как будто подвесим голову за макушку здесь важно не задирать отбородок а чуть-чуть его утопить горло если голова подвешена как будто бы за макушку все остальное тело шеи плечи руки все весь торс позвоночник все как будто бы свисает вниз под собственным весом вот это так сказать подвешенность такая сверху влияет ли она как-то на вас какой создает оттенок переживания потом вернем себе также снова вот это ощущение опоры плотности контакта как бы растянув внимание между макушкой вырастающей вверх и весом тела стекающим вниз протекающим сквозь тазовые кости впитывающимся в поверхность на которой мы сидим если внимание сильно как будто растягивается мы обнимаем этим вниманием обойти фактора как это переживается третий элемент тот же добавляется это позвоночник если нужно можем чуть-чуть покачаться вперед-назад чтобы обнаружить действительно это вертикальное положение где она где собрав все эти три элемента вместе можем дать им возможность как бы договориться друг с другом сбалансировать друг друга когда они все три присутствуют одновременно все эти три элемента вместе с другом Мы снова можем почувствовать, как-то осознать, что за состояние сейчас сообщает нам вот эта поза, что оно воплощает собой, как в целом влияет на ваше общее состояние. Затем давайте положим одну руку на грудь, другую на живот и почувствуем эти прикосновения. И зададим себе вопрос, зачем мы это делаем, вот медитируем, зачем мы здесь собрались, вы конкретно, чего хотите, что вы делаете, что воплощаете. И как-то ответив на этот вопрос, мы можем прям посвятить эту сегодняшнюю практику вот этой ценности, этой какой-то задачи, смыслу. Нам снова допустим руки, сложим их удобно. Вернемся еще раз к этой структуре нашей позы, стойчивость, тяжесть внизу, легкость в голове, вот это вырастание за макушкой и позвоночник, как внутренняя ось. Чувствую это, поддерживаю это. Давайте сейчас пройдем по зонам тела, участкам тела, как будто наполняя их вниманием и чувствуя, что это меняет. Начнем с глаз. Мышцы вокруг глаз, пространство за глазами. Хотя нижняя челюсть, если мы ее отпустим, позволим зубам рожаться. Почувствуем вес челюсти, что на что-то весит. Язык во рту, чувствую, как он спокойно лежит там. Лицо, кожа, мышцы, все лицо. Зателок, шеи, плечи. Плечи могут за руками, как бы за тяжестью, весом рук, и плечи тоже могут как-то потечь вниз немножко вместе с выдохом. Бакушка, голову при этом мягко всплывает вверх по-прежнему. Руки от плечевых суставов до пальцев. Руки от плечевых суставов до пальцев. Можем также почувствовать вес рук, как они спокойно лежат. Что-то весит. Спина, как она дышит. Дыхание в спине, когда мы его обнаруживаем там, может помогать нам эти лишние напряжения от того, что спина прямая, позволять им мягко стекать вниз каждым выдохом, позволять им освобождаться. С каждым выдохом. Еще раз лицо, челюсть, язык и пойдем за дыханием. Чувствуем, как она движется через горло и в грудную клетку, как грудная клетка вздыхает, как она дышит, поднимается, опускается, расширяется, спадает во все стороны одновременно. Спасибо. Спасибо. Солнечное сплетение живота. Если вы обнаружите, что живот тянут, как-то напряжен, то можем отпустить немножко, просто позволить животу как-то так слегка вывалиться вперед, округлиться на какое-то время, ненадолго. При этом можем направить внимание куда-то в глубь живота, в самую глубину, вниз в глубину. Чувствую весь, чувствую весь объем живота. Чувствую весь объем живота. Пах, промежность. Еще раз ягодицы, плотность контакта с опорой. Можем представить таз, как такую чашу, в которой стекает вес всего тела. И как он просекает сквозь тазовые кости, впитываясь в эту поверхность, на которой мы сидим. И ноги тазобедрых суставов к стопам. И затем все тело как единое целое. Давайте снова вернемся к этой нашей форме сидения. Еще раз проверим структуру. Тяжесть внизу, устойчивость позвоночника, вырастающий вверх как стебель. Макушка головы, растущая вверх к небу. В этом все мышцы тела стекают вниз. Мы можем сидеть, так как гора устойчива, стабильна. Наполнив собой тело, тогда мы и есть тело. Это переживание, я сижу телом, я и есть тело, я просто сижу. Можем сделать такую основу сейчас нашего присутствия. Если в какие-то моменты внимание будет отвлекаться, как будто похищаться в мысли, прошлое, будущее, куда-то еще, то в тот момент, когда вы будете обнаруживать себя там, просто мягко, спокойно, сразу же возвращайтесь вот в это телесное переживание. Я сижу и все. У нас есть только одно дело сидеть. Посидим так несколько минут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прошло полчаса и можем почувствовать сейчас снова как мы сейчас как-то осознать о Повлияло ли на вас как-то на ваше общее состояние Повлияла ли эта практика Теперь давайте опять положим одну руку на грудь, другую на живот Почувствуем эти прикосновения Обратим внимание, добавляют ли они что-то, какой-то новый оттенок к переживанию Дальше пойдем в нашу практику мета В том виде как она у нас в последнее время сформировалась Вначале добавим света, добавим образ света Если мы представим, что сознание, вот все что осознается Весь опыт сознания Все что вы слышите, чувствуете, думаете Любые эти объекты, возникающие в сознании, любые феномены Они просто содержатся в сознании, содержатся в пространстве сознания Если сознание это пространство И если следующим шагом мы представим, что все это пространство заполняется светом И каждый этот объект, каждый феномен, каждая мысль, какой бы она ни была Каждое ощущение, приятное или неприятное Каждый звук, весь воспринимаемый опыт тоже из света состоит И сама эта мысль о свете, она тоже из света Сам этот образ Да если все из света Этот свет просто заполняет вас И вы становитесь им Если мы такое себе предложим, такой образ, такую мысль Действует ли это как-то на вас? Хорошо Хорошо, одну руку оставим на себе И вторую положим удобно, направляя ее ладонью к миру, открытой ладонью Вот такой жест у нас получается Одна рука касается себя, утверждает как бы это я с собой Вторая открыта миру, утверждает я с миром Как это переживается? Продолжим Вот воображаемую игру со светом И теперь мы представим, что его источник Где-то в глубине вас, может быть в глубине сердца или еще в какой-то глубине И светит наружу В то пространство, где вы находитесь, где вы сидите и в которое вы смотрели в начале Вот его освещает этот свет И расходится дальше и дальше по пространству вокруг вас Если вы в комнате, там за предел этой комнаты сквозь стену проходит Или там любые препятствия, какие-то любые стены Он может проходить насквозь Освещая всех и все И распространяясь по земле, по этой планете Все больше и больше и дальше и дальше И выходя за ее пределы, уходя куда-то в бесконечность, к звездам И вот если мы Одновременно почувствуем, вот что я здесь Там, где лежит моя рука И здесь же где-то здесь источник света И одновременно везде, там, где этот свет светит То есть везде В всей Вселенной Такой образ, такая мысль Делает ли она что-то с нами, с вами Хорошо, и продолжим Теперь направляя этот свет И поддерживая его определенными словами Продолжим с определенными группами людей Может представлять одного человека Или нескольких Переформировать эти группы как-то по-своему Но я вот сейчас предложу Начнем Начнем Пусть какие-то слова Пусть какие-то слова родятся для них Вздох Вздохнем Почувствуем Как это влияет на нас Как это влияет на нас Есть ли какое-то влияние Такой может быть оттенок переживания Такое вспоминание Такое вспоминание об этих дорогих нам людях И Пожеланиям Добра Отпустим Отпустим их Из памяти И Давайте пригласим В память В сознание Образ Человека Или людей Которые Для нас нейтральны Мы Как-то не очень близко к ним Может быть И относимся к ним Нехорошо Неплохо Как-то нейтрально Средне Кто-то может быть неожиданно И вспомнится И Вспоминая о том Что это какой-то человек С своей жизнью Такой же как наша В общем-то В своей основе Можем обратиться К нему Или к ней Или к ним С этим посланием Человечности Я такой же как ты Желаю тебе И пожелать чего-то Дружественного Доброго Опять можем Почувствовать Отклюк Если он какой-то И отличается От первого Например Первой группы Отдохнем И перейдем К следующей группе Которая Я называю Группой вызова Для нас Челлендж Такое Когда мы можем Представить людей Или человека Кого мы не любим И Вот эта нелюбовь Или отторжение Может быть Разной степени Выберите себе сейчас Так сказать По силам С кем Вы можете Повзаимодействовать В воображении Этот человек Может вас просто раздражать Или вызывать Сильную ненависть И все что находится Между этими Так Также Несмотря на наше Вот это Отвержение Оторжение Этого Человека Нашу реакцию Можно вспомнить Что он живет Он или она живет Какой-то своей жизнью Своими Устремлениями Ценностями Своими обусловленностями Так же как у нас Есть обусловленности У него есть И мы в чем-то не совпадаем И это вызывает напряжение Если мы Все же пожелаем ему Что-то доброго Хорошего Дружественного Именно для него Или для нее Или для них Как это действует на нас Дайте вздохнем Отпустим этих людей Почувствуем Какой отклик сейчас есть Какой шлейф еще тянется Может быть После этого опыта Шлейф переживания Следующая группа Или человек Или несколько Это люди Которые сейчас Испытывают Какую-то степень Радости С кем вместе Мы можем порадоваться Ведь есть такие Где-то На этой планете Вы знаете Что такое Радоваться Что такое Чувствуясь Какой-то Удачу Может быть успех Счастье Моменты Тем не менее Удовлетворенность Если мы Подумаем о ком-то Может быть это Конкретный человек Которым Вы знаете О его радости А может быть Устрактный Какой-то Если мы Так или иначе Присоединимся К этому И порадуемся За него Или за нее Даже если нам Самим сейчас Как-то не очень Опять просто можем сказать Я рад за тебя Или рада за тебя Как это Переживать Опять Вдохнем Допустим И последняя группа Которую Хочу здесь Предложить Это мы с вами Это люди Которые прямо сейчас В прямом эфире И люди Которые в записи Позже Но как будто Он будет уже с нами Здесь Все здесь Если мы Представим Какого-то конкретного Или Всех вместе Направим этот свет Друг на друга Может быть Представим Как он играет Разными оттенками И пожелаем Опять же Либо конкретно Определенным людям Либо Всем вместе Что-то Хорошего Доброго Что сейчас Найдется Какие-то слова Дыхание Отдохнем Отпустим Нас Всех И Дыхание Положим Снова Вторую руку На себя Еще раз Двумя руками Почувствуем себя Вот Мы у себя есть И Можем Обратиться К себе Как добрый друг или подруга, и тоже пожелать чего-то хорошего и доброго. Самый последний шаг. Если мы представим сегодняшний день как пространство, которое нам предстоит пройти или завтрашний, если сегодняшний заканчивается у вас, подумаем о чем хотелось бы наполнять этот день, что воплощать в нем какого-ли какую себя, к чему возвращаться, к чему стремиться, что делать, чего не делать. Пусть нас ведут по этому дню. Два вопроса. Первый, как я сейчас, что я чувствую, и второй вопрос, что я делаю, что я воплощаю, куда я движусь, каков мой путь. Давайте погладим, по трём где-то застоявшиеся, затёкшие какие-то части. Откроем глаза, оглядимся, потянемся, подвигаемся. И ещё десять минут на какой-то творческий отклик писать по рисовать или поделать что-то такое творческое. Десять минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Давайте возьмем еще минутку, чтобы завершить Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Что же, поговорим, кто хочет начать. Привет, можно я начну? Давай. Я хочу поделиться. У меня сегодня какое-то замечательное открытие случилось. И вот мы на днях, Валера, с тобой говорили про путь силы и про путь мудрости. И ты говорил, что тот путь, которым мы идем, это путь мудрости. И что есть еще путь силы. Я какое-то время назад еще подумала, что тот путь мудрости, которым мы идем, он в каком-то смысле путь сердца, что ли, еще. То есть почему-то я вот оттуда сердце убрала, когда мудрость у меня почему-то с умом как-то вот слиплась. А мне кажется, что сердце – это очень важно. И, наверное, я сейчас чего-то вот такого про логического не скажу. Я вчера прочитала статью, я ее вчера начала читать на твоем сайте, потому что я пытаюсь тут как-то еще осознать, как нам все это... Ну, вот тот запрос, сейчас я скажу, наверное, чуть-чуть для всех еще, да, что после того, как вот эту статью, ну, нашу прошлую встречу я законспектировала, несколько человек сказали, что давайте как-нибудь попробуем больше это все систематизировать, конспектировать. И вот пока что сейчас идет некоторый процесс, как это можно сделать, а вот если кто-то хочет к этому процессу присоединиться и подумать, как это сделать наилучшим образом, то там пишите, вот. Но в целом в процессе вот этого делания я тут полезла читать много всего, что у тебя есть, и наткнулась на статью, вот глава из книги Аллена Отца «Путь дзен. Сидеть спокойно, ничего не делая», вот. И она просто-таки вот некоторый прорыв у меня создала внутри, потому что еще вчера я ее читала и совершенно бесилась, потому что я никак не могла понять, как же так. Ну, там, собственно, написано про то, что делаешь – делай, ну, и думаешь – думай, все нормально. Ну, то есть, что ум, он, в итоге я поняла, что ум, он не отдельно, вот. Наконец-то, наконец-то у меня случилось какое-то вот именно физическое переживание, что ум не отдельно, потому что у меня все время было ощущение, что вот я в телесных ощущениях, и это присутствует, а вот я когда думаю, то это что-то другое, вот. И оно какое-то вот неправильное, что ли, или оно какое-то вот, ну, неживое, потому что оно создает какие-то конструкции, вот. Вот, но эти конструкции, по факту, они же какие, они все равно ежесекундные, ежемоментные, то есть они тут же рассыпаются, как цветы стеклянные, вот. И получается, что ум, он не отдельно, и вот то, что мы думаем, это тоже действие, такое же живое и настоящее, вот, как и все остальное. Вот, наверное, вот это самый главный прорыв, который я сегодня почувствовала. Вот, спасибо. Спасибо, Настя. Спасибо. Сереж, скажешь? Всем здравствуйте. Мой сегодня главный этот самый, каково, тайг-вэй, спортсмены. Я встал без 5-8, посмотрел на компьютер, вот, подумал, что вообще пора, вот, и не пришел. Вот, и я совершенно сознательно и спокойно пошел заваривать себе чай, что-то еще делал, какую-то зарядку, вот, и никуда не спешил, там что-то переписывался еще в чатах некоторое время. Вот, и, ну, как это был, был с этим, вот, как состоянием, что я не иду, потому что я не иду. Как Партос говорил, я дерусь, потому что дерусь, вот, я не иду, потому что не иду. И я в результате уселся, уже начиналась мета, вот, и в процессе меты мне стал приходить слепок, я, наверное, зачитаю его, вот, и я понял, что я должен его записать сразу, потому что бывает такое, что слова утекают. Вот, ты формулируешь, что это как вспышка, но она, это как вспышка сна, вот, то есть это либо можно сразу записать, фиксировать, попытаться ухватить за хвост, либо тогда она уйдет, ты не вспомнишь его потом никогда, потому что ты будешь напрягать ум, вот, и, как бы, напрягая ум, ты, на самом деле, будешь загонять это все глубже и глубже, и никогда уже это не достанешь. Вот, ну, вот, у меня сегодня такая антипрактика получилась в никаком смысле, вот, и мне с этим хорошо. Сейчас давайте зачитаю все-таки. Называется «Бесподтекстом». Грозовых облаков. Спасибо. Спасибо, Сережа. Вера, вы скажете? Доброе утро. Доброе. Я бы хотела поделиться своей ситуацией и попросить, может быть, советы какого-то. Ну, у меня сейчас очень сложная ситуация в семье, она связана с тем, что у нас какие-то разные представления о заботе о детях с мужем. И вот мы живем в Берлине, где, с одной стороны, у нас есть все в материальном плане, но, с другой стороны, нам Германия ставит условие, что дети должны учиться, и муж, вот, он как-то решительно настроен уезжать из Германии в место, где нет какой-то определенности. И он выбирает среди стран, где есть ансколлинг или хонсколлинг, и я еще не могу решиться куда-то уехать, но он уже уговаривает всех детей уезжать. И кого-то уже уговорил из четырех детей и продолжает уговаривать других. И в каком-то смысле я боюсь вообще потерять всех детей, а с другой стороны, это вообще какой-то раздрял очень сильный в семье. И тут для меня вопрос заключается в том, что вот, если даже мы куда-то уезжаем, то единственное, что мне может, наверное, изменить Германию с его словами, это какой-то дхарма-центр в Европе или еще что-то, там, где люди практикуют, или буддизм, или дзен, или вот что-то связанное с буддизмом. Естественно, у меня есть вопросы, если кто-то знает, вот эти вот места, куда можно просто как-то обратиться, узнать, чтобы жить рядом с этими местами, с одной стороны. Ну и с другой стороны, ну вообще вот мне на самом деле сложно сейчас сделать вообще какой-то выбор, потому что мне кажется, ну вот человек, который рядом живет, он поступает как-то нечестно. Я не очень понимаю, как я могу дальше вот взаимодействовать с родным человеком, с которого я, с одной стороны, люблю, а с другой стороны, очень много чувств относительно того, что он делает, и как со всем этим быть, я не очень понимаю. Вот, ну то есть на самом деле получается, что стратегия заботы о детях у нас принципиально какая-то разная, я считаю, что важно оставаться в Германии, я считаю, что важно ехать. Тут мне сложно найти какой-то компромисс, потому что на компромисс не идет. И почему я с вами делюсь со всеми этим, потому что на самом деле сейчас о каком-то отчаянии, ну может быть, какой-то коллективный разум что-то родит. Спасибо, Верно. Ну, мы с вами говорили индивидуально, поэтому, может быть, сейчас действительно, если кто-то, у кого-то есть что-то сказать, откликнуться как-то, может быть, кто-то скажет. Или потом там, не знаю, может быть, с вами свяжется еще специально отдельно. Вот. Насчет центров, ну я подумаю, ну вот первое, что приходит во Франции, Плам-Виллидж, это центр Цитнатхана, ну вот этот монастырь. Ну, в принципе, есть еще какие-то, подумайте, поспрашивать тоже, может быть. Ну, а по поводу ситуации с мужем, это, ну вот кто-то, может быть, еще скажет, что я вам уже все сказал там свое мнение какое-то раньше. Мы еще можем продолжать там, потом говорить, может, кто-то еще. Да, Настя, давай, давай, говори. Я хотела коротко сказать, да, потому что мы с Верой тоже уже говорили, и это действительно прямо очень непростая ситуация. Вот прямо то, что у меня рождается сейчас, это просто всем вместе пожелать как-то вере, ну не знаю, чтобы все разрешилось. Вот, потому что мне кажется, в этом есть сила такая, которая, может быть, за грани ума, но она тоже работает. То есть, если мы сейчас минуту все там побудем вверх с тобой и просто пожелаем тебе, чтобы все случилось как-то гармонично. Спасибо. Сереж, ты тоже хочешь сказать? Вера, во-первых, позвольте вас обнять виртуально. Я хочу открытнуться, потому что я проходил, мы с женой проходили через подобное, у нас, правда, не четыре ребенка, всего два. Вот, и как бы у нас был период, когда, но это было не про отъезд, переезд или вот это было, но это было все равно, это был некий такой про внутренний переезд в голове. То есть, она, я, она не могла принять, как я общаюсь с детьми, она, как бы мне казалось, что она постоянно меня контролирует. Вот, и это был такой тяжелый период, потому что я чувствовал, что я не могу, не могу быть с детьми, вот когда я с детьми. Ну, там, как бы, много-много разных приплетений, разнообразных наших историй с Наташей, вот, внутренних. Но помогло мне отчасти, помогло из этого выйти, но, во-первых, мы все-таки говорили, то есть много жестко и резко, но говорили. Вот, обижались и ссорились, но продолжали говорить, вот, и как бы в результате, то есть на самом деле это не про, что я, собственно, пытаюсь сказать, вот, я как бы, я не психолог, я могу быть сейчас как слон в посудной лавке, вот. Вот, но что я пытаюсь сказать, так это то, что, как бы, это, у меня, моя гипотеза, вот, когда я вас слышу, слушаю сейчас, что это не про благополучие детей. Это про тревогу вашего мужа и, возможно, какую-то вашу тревогу, вот, а дети в данном случае могут быть орудием. Вот, вот, когда, собственно, вот в своей ситуации я понял, что я могу использовать детей как орудие, я остановился и перестал. То есть мне стало проще принять, что, ну, окей, там у нас с Наташей могут быть немножко разные представления о том, что лучше для них, но, тем не менее, мы, как бы, команда, вот, и, значит, как бы, ну, мы же родили этих детей, значит, мы будем их дальше растить, вот, то есть с разных, как бы, сторон. И вот сейчас, на самом деле, вот, это, как бы, мы переживаем такой очень странный, очень прекрасный период этого расцепления. Вот, правда, дети, конечно, подросли, вот, но я не знаю, поможет это вам или наоборот, но вот просто вот такой вот мой отклик. Никаких практических советов я дать не могу, потому что я в России, вот, ничего не знаю о том, что происходит в Европе на эту тему. Ну, все, я сказал. Спасибо, Сережа. Владимир, я вижу, вы уже давно руку подняли. Да, я приветствую, приветствую всех. Ну, я сначала хочу к Вере обратиться. У меня тоже четверо детей, и было время, когда мы с женой принимали ответственное решение. Мы собирались перебраться в Соединенные Штаты, и мы подготовили практически все. В последний момент я отказался ехать, ну, потому что помедитировал, ну, потому что. Да, это была очень тяжелая ситуация, потому что мы много делали в свое время для того, чтобы это случилось. Вот, и была очень тяжелая ситуация, но мы нашли в ней такой внутренний выход. Да, значит, мы долго разговаривали, они не только разговаривали. Вот, а еще я хочу здесь не то, чтобы не присоединиться к Сергею, мне тоже кажется, что здесь забота о детях, о будущих, о образовании детей – только повод чего-то другого. Да, и поэтому вот что, и реакция вашего супруга, ну, я бы ее выяснял, да, вот, за что ты борешься. Я не знаю, как, я вообще не знаю совсем, не знаю деталей вашей жизни и отношений, да, но я бы с уважением отнесся к его желанию. Почему, то есть, не знаю, может быть, вы это делали, и это не сработало, но я бы достаточно долго и тщательно работал, прежде чем уходить в обиду, такое, вот, что происходит, что ты защищаешь, за что ты борешься, куда ты идешь. Вот, вот, как-то так, не знаю, я, хотя я психолог, но советовать ничего не буду. То, что касается центров, ну, я тоже вот знаю центр Тикнатхана, о котором говорил Алили, но я знаю, хорошие центры, они в Британии, в частности, да. Ну, я какие-то, могу спросить друзей, которые сейчас там находятся, и если я это узнаю, я, естественно, быстро об этом сообщу. Вот. Мне кажется, что это между вами и вашим сердцем, и его сердцем, и Джиланин Дейчев. Спасибо. Спасибо, Владимир. Да, то, что касается меня, у меня, ну, были очень тяжелые два дня, у меня погиб трагически, ну, не трагически, а просто нелепо достаточно, мой достаточно близкий товарищ, в автомобильной катастрофе, жара, как бы, заснул водитель фуры, который ехал совсем в ряду, и погиб он, его жена, ну, жена, престарелая мать. То есть, и мои, как бы, переживания и действия в последние два дня были связаны с этим. Ну, это один из достаточно близких к мне людей, не духовный брат, но просто с которым мы много работали, мечтали и так далее. Вот. Но и наряду с тем, что происходит в Украине, это стало одной из фигуры моих переживаний, да, ну, вот как-то так я с этим живу, грущу, прощаюсь, вот, как-то так. Ну, и благодарен тому, что есть Санка, да, потому что здесь я не только могу выразить свои чувства, но и делать даже не в поддержке, но просто это место и практика, она является важной опорой и для меня сейчас. Спасибо за то, что вы видите. Спасибо, Владимир. Примите мои соболезнования. Тут Наталья спрашивает, Вере, почему-то возник вопрос, а что для вас Германия? Почему вы за нее держитесь надежды на порядок? Может, поискать его в другом месте, не вовне, не в стране? Так, давайте сейчас... Так, Мария, вы хотите сказать что-то, да? Да, хочу сказать. Всем доброе утро. Ну, у меня сегодня был удивительный опыт, и много я написала в надежде как-то его поймать, поймать в плане оставить на какое-то долгое время или недолгое, но чтобы не потерять эту ниточку. И для меня связь о том, о чем сегодня говорила Вера и Сергей, и Владимир уже, для меня, как я воспринимаю эту тему, в каком-то смысле отношений, она очень сплетена, имеет связь. Я сначала прочту три строчки, а потом попробую как-то о них рассказать, потому что я написала большой текст в А4, и потом вывела оттуда три строчки, и сначала начну с них. Встретить невстреченность, вдохни в каждого внутри себя. Куда теперь я с этим пойду? И для меня это вот прям как будто распутывание каких-то узелков внутри себя, и это было сегодня в течение всей практики, и началось еще с нашего ретрита, когда я замечала, могу ли я вообще заметить, как я встречаюсь и прощаюсь. Ну, то есть я понимаю, что здесь слепое пятно, и очень хочется в него смотреть, а я не вижу, я не вижу ни с предметами, когда встречаюсь, и как я уже начинаю смотреть на других, ни с ногами, когда я переступаю, переливаю вес, я не замечаю. И я понимаю, что там что-то очень ценное для меня, вообще замечаю ли я себя в этот момент. Ну, вот если вот в крупицах я не могу, в элементарных вещах встречи с предметами, которыми я пользуюсь каждую секунду, и даже в шагах. И это все развернулось в такой большой процесс, который завершился метой, где я оставила все внимание в себе, это первый раз такое было. И я поняла, что оно меня соединило с теми людьми, которыми я вот за все эти месяцы как-то проецировала на них свой свет. Сегодня эти люди были внутри меня, и я вдыхала в каждого как бы внутри себя, потому что я понимаю, что во мне есть часть, которую я безусловно люблю и поддерживаю, во мне есть, которую я вообще не замечаю, очень нейтрально иногда, ну, просто безразлично, но она есть, эта часть. Часть, которую я, ну, откровенно ненавижу, и, можно сказать, врежу регулярно, не люблю ее. И они отличаются все, и все это я, и я понимаю, что вот эти вот ниточки к людям даже, которые выстраиваются, что я так думаю, что вот я о них так думаю, только потому, что я внутри себя имею эту часть, что я какую-то себя не принимаю, ненавижу, даже так. И откровением особенным было сорадоваться себе. Я понимаю, что, боже, да, в моменты радости я не замечаю, что я могу порадоваться за себя, что я сейчас проживаю радость, и это вообще для меня случился каким-то взрывом. и про страдания, что я какие-то страдания не признаю, и создаю эти механизмы компенсации. И вот то, что сейчас происходит в моих отношениях, это вот, может быть, уже как-то про связь о том, что сегодня поднялось, потому что я сейчас тоже нахожусь в сложных отношениях с мужчиной, и мы расстались. Ну, для меня это непонятная история. Он как бы просто исчез из моей жизни очень резко и внезапно. И я ищу эти возможности с этим как бы оставаться, с этими вопросами, с собой как-то в этом. И понимаю, что когда я нахожу какие-то ответы для себя, мне очень хочется их ему как будто бы туда куда-то, куда-то там ему дать, но оттуда нет никаких запросов, нет никаких маячков, нет ничего. И вот это сегодня мета, где я вот этот свой посыл куда-то развернула к себе и начала встречать ту невстречность, которая внутри меня, где я сама себя не встречала. И как будто бы из этой невстречности я не могу встретиться ни с кем, кто в какой-то там своей истории, возможно, очень похожей на моей, но переживает ее какими-то своими способами. И сейчас для меня вот это большое облегчение и выход, что я могу эту энергию направлять на вот такой процесс вовнутрь, интер такой. Инер. Вот. Спасибо большое. Спасибо, Мария. Это сейчас прочитаю, кто-то что уже написали про свои отклики. Инна. Запах жасмины и фиги, терпкая в нежном и нежность, в едва уловимом явлении. Маша. Я как бегунок на шкале своей жизни, точнее, и шкала, и бегунок, одновременно. Друг без друга они же бессмысленны. Каждый момент неподвижно в своей форме, и все время в движении, сквозь время вперед, и все время как крест. Шкала, горизонталь. Сотни историй. Через них я прошла и пройду. Бегунок, вертикаль. Я сейчас. То, что в английском назвали бы present continuous. Наталья. Настя увидела вас, познакомилась еще раз. Благодарю за развиртуализацию. С удовольствием поучаствую в оформлении текста встреч, обожаю вычитывать и исправлять ошибки. Лучше проникаю в смысл, когда еще раз читаю то, что уже слышала. Так что я в деле. Настя пишет. Владимир, обнимаю вас. Сергей, Владимир, обнимаю. Я хочу сказать тоже чуть про свое. Наверное, как и многих, меня как-то сильно расстраивает, вызывает чувство горя. Вот эти новые обстрелы городов киевских. Вчера Кременчук. И я как-то соотношусь с этим, с самими чувствами. И вот то, что я сегодня написал, какая-то выжимка из... Ну, я там большой векс написал, а выжимка из него. Какую жизнь я могу противопоставить тем, кто несет смерть? Такой вопрос. И вот здесь это у меня как-то, знаете, сейчас Вера перекликнулась с вашим вопросом. Вот. Понятно, что там сравнивать... войну и убийство. И конфликт, даже такой серьезный, может быть, конфликт там семейный. Наверное, может быть, не так правомерно, но все-таки, если мы там проведем какие-то параллели... Ну, вот в любом случае это конфликт, в любом случае это такое расторжение... расторжение чего-то, расторжение любых способностей говорить именно. А вот война – это расторжение способностей говорить друг с другом. Когда люди перестают уже говорить друг с другом, когда они становятся врагами и начинают убивать друг друга. И, ну, здесь вот физическое убийство на войне, но мы часто делаем, ну, какое-то вот это нежелание идти на компромисс. Понятно, что это всегда вот две стороны в этом участвуют. И можно действительно стучаться за ту дверь сколько угодно, а если она будет закрыта, то это, ну, как бы это будет бессмысленно. Но тем не менее, если мы возвращаемся к какой-то своей ценности, если вот отношения до сих пор цены, эти конкретные отношения, и там сохранение семьи, например, как общей, как цельности со всеми ее участниками, то тогда, наверное, имеет смысл все-таки действительно как-то стучаться. И вот то, что там Сережа сказал в самом начале, что пытаться говорить. То, что если там ваш муж отказывается идти на компромиссы, говорить, но все равно пытаться какое-то время, пока вот заходить, может быть, там с разных сторон, действительно, может быть, чуть больше спрашивать его о переживаниях, о чувствах, вот как тут говорили, что тоже, что за обеими вашими позициями стоит видение ценностей, как нужно, вот какими вы хотите вырасти своих детей. Это все-таки сильно про свои ценности и свои страхи там, да, какие-то, как не нужно, как было бы неправильно, как не оступиться в этом, как не... И, соответственно, вот куда-то туда стучать, вот к нему, да, я имею в виду к мужу, стучаться до этого, что же там за этой важностью, да, и, но в то же время и показать свою важность, вот просто, ну, как бы часто бывает так, но здесь определенная даже, как сказать, ну, не хитрость, но какая-то вот такая непрямолинейность, да, когда сначала можно выяснить у человека, что же вот он, чего он хочет, зачем вот как-то подробнее это все прояснить, вызвать его на этот разговор, на разговор, чтобы он рассказал тебе как-то подробнее, а потом сказать, что, ну, окей, вот я тебя слышу, я слышу твои желания, твои страхи, твои там, не знаю, твои ценности, но можешь ли ты услышать мои тоже? Вот я тут живая человек, вот я тоже тут перед тобой сижу со своими ценностями, со своими желаниями, со своими видениями. Я понимаю, что вы там неоднократно уже это делали, наверное, и отчаяние приходит, когда это не удается, но вот какие-то, может быть, пытаться все равно какие-то разные способы тут придумать. Ну, это вот, я понимаю, что это очень сложно, и не любой диалог можно поддерживать, если что, вот если в какой-то момент мы понимаем, что нет его диалога, тогда надо принимать какие-то более радикальные решения, но пока эти решения не приняты, вот мне кажется, стоит стучаться и как-то двигаться в сторону диалога. И вообще всем вам спасибо большое, что вы слушали, участвовали в Бобе Александровне. Спасибо. Спасибо, что вы поделились, как-то вынесли это на доверие, что ли, нам это. Окей, есть еще что-то кого-то сказать? Своё, может быть. Хорошо, тогда давайте будем завершать. Завтра продолжим, завтра будет медитация без моего видения. И еще и завтра среда, соответственно, те, кто там в клуб ходит, вечером будет встреча, если можете, приходите, если будет желание. Поговорим там еще подробно обо всем. Счастливо, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...